В стране проходит голосование о принятии поправок в Конституцию. Давайте пойдем и спросим у тех, кто проголосовал за, читали ли они новую редакцию Конституции, какая их самая любимая поправка и что они думают об обнулении сроков президента Владимира Путина. Поддерживаете поправки? Не все. Не все. Но голосовать будете да или нет? Да. А какие вы поддерживаете поправки? Природу. Природу. Да. Хранение природы. А обнуление сроков Владимира Путина? Как-то 50 на 50, скажем так. Как вы проголосовали? Согласен. С какими поправками вы согласны? Образование, культура, медицина. А вы помните, что именно написано в этих поправках? Какие гарантии дает Конституция в области образования, культуры и медицины? Честно, я сейчас не буду врать. Маленько подзабыл. Скажите, а... Я читал недавно совсем. Вот Алена, наверное, скажет. Не помню. Скажите, а об увлении сроков Владимира Путина поддерживать? Это сложный вопрос, конечно. Это единственный вопрос, с которым я... Поддерживаете поправки? В целом, да. Какая поправка вам больше всего нравится? Честно говоря, не читал поправки. Но поддерживаете? Поддерживаю. А что именно поддерживаете? В общем, Курске государство. То есть, об обнулении поправку поддерживаете? Ее, часто говоря, не читал. Не знаю, что написано. Какую поправку вы поддерживаете? Да, они все, в общем-то, нужны. Ну, какая? Наверное, защита исторической правды. А вы поддерживаете обнуление сроков Владимира Путина? Скорее всего, да. Скажите, а монархия вам нравится? Нет, не нравится. Здравствуйте. А вы голосовали по вопросу Конституции поправкам? И как вы проголосовали? За. Какая поправка вам нравится? Не вчитывался. То есть, вы не читали эту редакцию Конституции? Ну, я так слышал в новостях. А что вы слышали? За что именно вы проголосовали? За новую Конституцию, за поправку. Скажите, а вы поддерживаете обнуление сроков Владимира Путина? Ну, про обнуление это сложно сказать. Ну, как, ну вот вы проголосовали за, а тут написано, что он может оставаться президентом до 36-го года. Раз проголосовал, значит, за.